Руслана Вашкевича Первый вопрос, Руслан, сама идея выставки и дата ее проведения, то, что она открывалась 29 февраля, как-то связана с ожидаемым в конце года концом света? Нет, напрямую нет, скорее это связано с тем, что мы анализируем нулевые годы, это первая декада нашего столетия, арт нулевые, поэтому мы выбрали нулевое марта, 29 февраля. Не было идеи, если конец света состоится, все-таки как-то засвидетельствовать и обозначить, кто же был главный в эти нулевые? Ну, у нас попытка как-то перейти эту красную черту уже, то есть апокалипсис нау, по-моему, произошел и мы как раз закладываем будущее этим проектом. И вот, пожалуйста, анализируя прошлое, мы как бы проявляем эту точку роста, здесь лучшие художники показывают самые свежие свои идеи и работы, и в эти дни как раз можно, действительно, почти в три смены завод работает. В кои-то времена этот заброшенный цех на проходной ручейком сюда заливается народ, зрителей полно, по 400-500 людей приходит в день. То есть резонансом и со стороны зрителей, со стороны СМИ вы довольны? Да, честно говоря, даже не ожидали, что это такой будет бомбой информационной, но это только говорит о том, что люди скучают по таким открытым пространствам, потенциально таящимся все, все возможные варианты. И, в том числе, дискуссии, лекции, выставочное пространство, замечательные объекты, приятные, правда, ты сказал, люди, все это здесь можно видеть в полном объеме. А как ты думаешь, может быть, это станет первой ласточкой такой хорошей тенденции перехода бывших заводов и каких-то заброшенных помещений в руки художников? Ну, это было бы очень правильно, тем более проблем больших не вижу, это произошло везде, это не так сложно технически, в смысле, в административном порядке сдаются в наем эти площади. При известном упорстве и трудолюбии все это делается не так сложно. А вот некоторые люди говорят, что если бы почти все заводы в Беларуси остановились и их бы отдали в руки художников, возможно, это со временем привело бы даже к некому всплеску, в том числе экономическому. Ты согласен с такой точкой зрения? Ну, это метафора, я боюсь, что это преувеличение. Даже будь такое место одно в постоянном нашем владении, все равно сделать серьезный ритм крепких проектов художественных, это уже непростая задача. Нужна команда кураторов, профессионалы, зубастые, псы просто какие-то кураторские. Это проблема менеджмента, это должны быть серьезные профессиональные люди. Пока мы обнаружим явный дефицит последних. И тут нами руководит голый энтузиазм. Вот на раз его хватило, на очередной раз его хватило. Еще такой вопрос. Российский художник Дубасарский как-то недавно высказал такую идею о том, что многие люди, такие простые люди, далекие от искусства, у них есть иллюзия того, что они классическое искусство очень хорошо знают и понимают, а к современному относятся как-то скептически, критически и говорят, что они не понимают. Он сказал, что на самом деле многие люди не понимают даже и классического искусства. Ты согласен с этим? И как вывод он сделал такой, что вначале надо смириться с тем, что ты вообще ничего не понимаешь, а потом уже начинать разбираться в чем-то, копаться. Ну, мне кажется, это правда. Есть такая иллюзия, что глядя на реалистическую фигуративную живопись традиционную, ты в принципе считываешь картинку. То есть ты можешь назвать то, что там сюжет тебе может быть более-менее понятен. Хотя ни контекста, ни проблем художника, ни посыла часто, конечно, никто и не догоняет до конца. Что касается современного искусства, то тут еще гораздо более все сложно. Тут зритель должен действительно делать огромное усилие над собой, чтобы понимать эти произведения. То есть работать над собой, этого по большей части никто не хочет делать над собой. Такое насилие проще это не понимать, отрицать, ругать последними словами. Но в то же время проблем никаких нет. Я думаю, искусство никогда не было общенародным. Массовым и обязательным. То есть это удел немногих. На них расчет, собственно, и в этот раз тоже. Как свое понимание, быть современным художником, вообще современным человеком, что это такое? Ну, чувствовать время, его болевые точки, острые углы. Собственно, их и обнаруживать, на них натыкаться, набивать шишки, проговаривать эти темы. То есть быть адекватным в техническом своем воплощении идей. То есть говорить с современным зрителем о современных проблемах на современном языке. Важной составляющей искусства, мне кажется, является протестный ресурс. То есть критическое искусство. Только художники могут, то есть, без последствий для своего рабочего места критиковать ситуацию и быть до конца честными. То есть этим помогаю всем на самом деле, в том числе государству, реагировать на это и исправлять ошибки. Каких-то нареканий со стороны администрации завода не было за эти дни? Все гладко проходило? Были нюансы, но в принципе все люди современные, умные, с юмором. В принципе, проект принят на ура. Ну, это хорошо, что с юмором. Я думаю, вообще юмор нас спасет и поможет в нашей ситуации. Большое спасибо за интервью и до встречи на следующем заводе. Удачи! Продолжение следует...